Ваше личное состояние, как мусульманина, ваш иман, ваше духовное состояние, как и мое, тесно взаимосвязаны с состоянием уммы. И только когда Аллах, субхану ва тааля, увидит, что состояние уммы достигло определенного несаба, то есть определенного порога, только тогда Всевышний Аллах сотрясет землю, и только тогда Он окажет нам поддержку. Существует определенный порог, которого нам следует достичь коллективно, а не только жителям Газы, всем нам вместе, потому что умма состоит из народов. Народы состоят из городов. Города состоят из районов. Районы состоят из улиц. Улицы состоят из домов. Дома состоят из отдельных лиц. Поэтому наше с вами состояние, как мусульман, наши с вами привычки, как мусульман, и то, как мы взаимодействуем друг с другом, как мусульмане, связано с общим состоянием уммы. Пришло время пожертвовать чем-то. Пришло время отказаться от харама в своей жизни. Пришло время осознать, что если вы прожигаете дарованные вам Богом часы молодости, на ТикТок, Снапчат, отвечая на каждое сообщение в личке, если вы тратите время на всякие сплетни об артистах, бойцах и красотках, кто как зажигает и где какие рейф-вечеринки, новые хиты, новые тренды, новейшие палитры для макияжа, если вы часами ищете, как бы заработать на алкоголе, на никотине, на кальяне или на ростовщичестве, то знайте, что вы только продлеваете страдания уммы. Вот как надо это понимать. Вы только продлеваете. Поэтому, когда вы спрашиваете, где же победа от Аллаха, ответ на этот вопрос лежит совсем не за пределами ваших возможностей. Это вам не метеорит, пролетающий над головой. А во сколько комета пролетит над нами? Мы же ничего с ней не можем поделать, скажем, в такое-то время. Только с победой от Аллаха все иначе. Вы спрашиваете, где же победа от Аллаха? А вы спросите, а где же ваша тауба? Где мое покаяние? Что-то требует перемен в нашей жизни. Нам нужно поменять приоритеты. Нам нужно пересмотреть круг друзей. Нужно отказаться от определенных инвестиций. Нужно бросить определенные привычки. Нужно воздержаться от просмотра определенных сайтов и материалов. Нужно вычеркнуть из жизни определенных людей. Нужно попросить прощения и восстановить связи с определенными родственниками. Нужно построить мечеть. Нужно пополнить сборы в вакф. Нужно вовремя совершать молитву. Нужно почитать хиджаб, дорогая сестра. Уважить и облагородить его раз и навсегда. Потому что речь сейчас не о твоем благополучии в могиле. Речь идет о благосостоянии уммы в целом. И когда я, Али Хамуда, затягиваю с покаянием, задерживаюсь, астахфируллах, я только продлеваю страдания уммы. Это эгоистично. По своей сути, эгоистично и эгоцентрично. Начни перемены с себя. Начни перемены ради своего Господа, в первую очередь. Подумай, что ты собираешься изменить и как это отразится на твоей умме. Пока мы этого не сделаем, нам придется ждать еще пару землетрясений, еще пару бедствий, еще пару войн в Газе и еще где-нибудь. Пока мы не утрем сонливость с наших глаз и не поймем, что покаяние — это то, что от нас требуют люди Газы. Больше, чем наших денег. Больше, чем наших ретвитов или репостов контента. Все, что им нужно, это всемирное извинение перед Аллахом, джалля-джалля-люх. А вот это уже мне под силу. Да и вам тоже. Не окажитесь из тех, кто поделился полезным контентом в онлайн, а потом, довольный, постучав себя по груди, спокойно лег спать, думая про себя. Я сделал свое дело за Палестину. Нет, не сделал. И если я, Али, отложу свое покаяние еще на день, то считай, что я внес себя в список предателей, предавших умму. Не окажитесь таким. И не окажитесь такой, мои братья и сестры. Несколько напутствий. Буквально 60 секунд, и на этом я вас оставлю. Первое. Прогресс, как правило, непрямолинейен. Прогресс редко, когда представлен прямой линией. Поэтому я хочу, чтобы вы не путали, какой бы то ни было результат в газе с провалом. Потому что прогресс непрямолинейен. Прогресс редко, когда представлен прямой линией. Помните это. Второе, напутствие. Когда вы видите раздавленных и изувеченных мучеников, извлекаемых из-под завалов, смотрите, не отчаивайтесь. Помните, что их страдания уже закончились, несмотря на их вид. И они уже нашли место своего покоя, счастья и прощения. И будь у них выбор сейчас, они бы не выбрали быть рядом с вами, а остались бы рядом с Аллахом. Те жены не захотели бы вернуться к своим мужьям, а те мужья не пожелали бы вернуться к своим женам. Те дети не захотели бы воссоединиться со своими семьями в этой дуне, потому что они уже с кем? Аллах сказал поистине, богобоязненные пребудут среди райских садов и рек, на почетном месте, рядом с всевластным и всемогущим царем. Неужели они променяют это на нас с вами? Они рады своей обители, несмотря на искалеченные и изуродованные тела мучеников, которые мы видим с вами под завалами. Это второй совет. Третий посыл. Эта вселенная принадлежит Аллаху. Его земля, Его небо, благоволение Его, творение Его, веление Его, все первое и последнее Его. Поэтому смотрите, не пойдите против решения Аллаха. Он распоряжается нами, своим творением, как Ему угодно. Смотрите, не пойдите против решения Аллаха. И четвертый и заключительный посыл, который я оставлю вам. Помните, что состояние вашего личного имана, как мусульман, юноша и девушек, играет очень важную роль, являясь неотъемлемой частью общего состояния уммы. Не окажитесь тем, кто продлевает страдания этой уммы. И внесите свой наиболее значимый вклад своим покаянием перед Аллахом, субхану его та'аля. Мы просим всемогущего Аллаха простить нас. Мы просим всемогущего Аллаха освободить Мазжитуль-Акса, и Палестину, и все земли мусульман.